С затоплением территории гаражного кооператива номер 5 собственники бьются с прошлого года. Дорогу к новой детской поликлинике проложили таким образом, что она по уровню стала выше, чем гаражи. Из-за этого образовалась запруда. Мало того, раньше для отвода воды в ГСК были специальные желоба, которые выходили на перекрёсток Силкино-Чапаева. При строительстве дороги желоба убрали, и теперь вся вода скапливается в нижней точке гаражной территории, в результате чего страдают всекрайние гаражи. У некоторых собственников потапливает погребы. Погреб на метр. Уровень на метр поднялся. И он ещё будет прибавляться. Потому что при строительстве не учли ни дренаж, ничего. Низкое место. В воде деваться некуда. И всё, значит, к нам в подвалы. Плачевную ситуацию с затоплением собственники наблюдают во время дождей и ливней, таяние снега. От влаги стали ненадёжными и стены, и фундамент гаражей. Пользоваться помещениями стало небезопасно. Пострадали порядка 15 гаражей. Собственники кооператива несколько раз сделали письменные запросы в администрацию. В одном из ответов пообещали выполнить необходимые работы в ноябре 2023 года. Но в следующих письмах пояснили, что отвод воды не сделают в рамках муниципального контракта, так как это не предусмотрено проектно-сметной документацией. Снесли пять гаражей до моего. И я очень радовалась, что у меня гараж останется. Зря я радовалась. Лучше бы меня снесли, я теперь думаю. Потому что того, кого снесли, тому хоть какую-то компенсацию дали. Они имеют какие-то деньги, на которые они построили в другом месте себе гараж. У меня ни денег, ни гаража теперь нет. Потому что гаражом пользоваться я не могу. Там стоит вода, текут ручьи в яме смотровой. Люди устали от бездействия администрации и решили пойти к руководству сами, чтобы потребовать разъяснений. По словам представителей власти, дорогу к новой поликлинике проложили по всем требованиям проекта, который не предполагает учета гидрографии прилегающих территорий. Что касается мероприятий, то, что планировалось к осени, задержка произошла по причине того, что задерживалось и само строительство Чапаева, по причине того, что корректировали документацию. Вот это мероприятие связано с ливневой напорной канализацией. Дополнительные меры были уже, которые приняты, чтобы максимально снивелировать вот эту проблему. Но она оказалась недостаточной. Администрация и заявила, что воду с участка откачают, а во время теплой сухой погоды займутся проблемой вплотную. Посмотрим, какие мероприятия сейчас можно провести. То есть, связанные с вывозом снега, что можно совместно организовать. Если есть необходимость откачать воду, значит, посмотрим, куда это можно сделать. А с наступлением теплого периода, когда снега не будет, предусмотреть мероприятие и по завершении работы на улице Чапаева и мероприятие, погоды отведения будут проведены. Собственники и представители администрации встретились на месте, чтобы определить экстренные способы отведения накопившейся воды. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.